добрый день мои дорогие друзья а также мои подписчики я рада вас всех приветствовать на своем канале и это видео будет посвящено как я вам уже обещала затмению солнечному затмению которая состоится 26 декабря 2019 года а также мы поговорим о коридоре затмений и так 26 декабря 2019 года 8 часов 12 минут по московскому времени состоится полукольцевое солнечное затмение в четырех градусах знака козерог но уже где-то за неделю до этой даты то есть начиная уже с 19 декабря для нас открывается так называемый коридор затмений это время наиболее сильного влияния затмения на нашу с вами жизнь это будет кармическим временем когда наши мысли наши поступки наше взаимодействие с окружающим миром будут закладывать программу на наше будущее коридор затмений проблится до 10 января 2020 года и возможно еще неделю после кажется что длится он недолго но у него есть огромные возможности чтобы запустить процессы которые будут влиять на нашу жизнь на целые 18 с половиной лет в коридор затмений вам могут сниться необычные сны в голову могут приходить необычные желания я советую вам записывать все это и уже оценить после того когда пройдет какое-то время после затмения возможно что среди этого потока информации вы найдете какие-то очень важные ответы на свои вопросы весь 2019 год затмения затрагивали тему лунных кармических узлов на оси рак раху и козерог кету и нам всем с вами сейчас предстоит сдать такой большой экзамен коридора затмений на тему как мы с вами усвоили уроки 2019 года наш экзамен начнется на концевом солнечном затмение 26 декабря в знаке козерог и закончится на полутеневом лунном затмении 10 января 2020 года в целом коридор затмений для нас будет характеризоваться тем что он проявит реальность вокруг нас будут создаваться в этот период какие-то ситуации в результате которых нам с вами придется хотим мы этого или нет избавиться от своих иллюзий и посмотреть на то как выглядит ситуация это наши отношения люди или мы даже с вами сами как мы выглядим на самом деле образно говоря нам с вами придется спуститься на землю увидеть реальность такой какая она есть а не такой как нам с вами было удобно видеть ее до этого многие могут почувствовать что у вас словно открылись глаза в этот период когда исчезнут какие-то прошлые иллюзии и вам просто станет понятно сейчас что на самом деле для вас важно а что нет многое станет ясным появится понимание каких-то старых вопросов которые казались раньше для вас просто неразрешимыми давайте вспомним немножко что такое солнечное затмение совсем коротко солнечное затмение это супер новолуние когда вся сила предыдущих новолуний соединяется в одну и при затмении земля солнце и луна они становятся в одну линию вы можете представить какой огромный заряд энергии у этого затмения и затмение всегда происходит вблизи вблизи одного из лунных кармических узлов соответственно солнечное затмение это дорогие мои новолуния которая происходит на кармическом лунном узле и получается что каждый месяц мы с вами на новолуния или полнолуния сдаем своеобразные контрольные уроки как в школе а при затмениях нам уже с вами предстоит сдать окончательный экзамен по усвоению той информации и по нашим поступкам за весь этот период и вот после солнечного затмения кого-то могут перевести в другой класс на другой уровень выше ну а кто-то кто не усвоил уроки 2019 года останутся на второй год для нас с вами 26 декабря закроется кармическая программа по южному узлу в козероге и наши экзамены тоже будут по теме козерога уже с начала декабря напряжение будет постепенно постепенно нарастать и в полнолуние которое произойдет 12 декабря это полнолуние станет энергетическим пиком декабрьских напряжений и эта энергия уже будет огромной конфликт между нашей разумной волей у людей и между нашим подсознанием будет происходить в это время какие-то подсознательные неуправляемые мотивы будут создавать напряженность между партнерами напряженность в семьях между влюбленными и вот это и нервозность и конфликты и иллюзорные подозрения тоже могут появляться конечно мы их можем уравновесить но прежде всего нужно трезво мыслить и нужно конкретно действовать в этот период например если вы что-то кому-то обещаете то вы должны обязательно выполнить свое обещание а если вы не уверены в том что вы сможете его выполнить вы не должны давать это обещание но опять же опасность будет в том что эмоциональные решения которые мы будем принимать сейчас они будут во многом оказываться фантомными пустыми и спасительным для всех нас в это время будет лишь трезвый рациональный подход конечно же вокруг нас в это время появится искушение у кого-то может возникнет искушение вложить свои деньги в какое-то сомнительное дело для того чтобы очень быстро обогатиться заработать на этом ну а у кого-то возникнет искушение купить ненужные вещи кто-то искуситься вступить в соблазнительные отношения и нам с вами очень 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 понадобится всем трезвый расчет и рациональный подход на весь этот период и вот кульминации всего этого станет солнечное затмение 26 декабря 2019 года с 26 декабря у нас с вами начнет накапливаться уже новый опыт новая кармическая история которая снова будет накапливаться и достигнет своего пика в 2028 или в 2037 году поэтому этот день 26 декабря для нас будет днем проверки кармой экзаменом кармой когда мы с вами получим как поощрение за наше развитие за наши хорошие добрые поступки мы можем получить какие-то блага или нас накажут за то что мы не хотим развиваться и не хотим взрослеть те из нас кто успешно усвоили уроки кармы запишут для себя позитивную программу по теме козерога что вы сдали удачно этот экзамен ну а те кто не осознал они запишут негативную программу и вернуться к ней снова в будущее или же передадут эту программу по наследству если вы помните то в этом году мы уже проходили коридоры затмений 6 января по 21 января 2019 года и со 2 июля по 17 июля и вот эти затмения тоже были на кармических узлах оси рак козерог и вот весь год мы с вами проходили уроки по этой теме это были темы взаимоотношений темы наших долгов наших обязанностей наших страхов и наших желаний ну а также карьерных достижений итак 26 декабря солнечное затмение в козероге будет в соединении с юпитером точный аспект состоится 27 декабря и в день затмения на небе также будет стеле он планет в козероге здесь будет находиться солнце сатурн плутон луна и кету юпитер в козероге находится в падении дорогие мои а это значит что в день затмение мы все будем стремиться завершить темы 2019 года и мы не можем надеяться на сильную поддержку юпитера темы 2019 года это прежде всего вопросы кредитов вопросы наших долгов обязательств различных судебных разбирательств если таковые у вас были в этом году но также темы отношений между людьми и вот сейчас они должны быть завершены в это время а особенно в день затмения 26 декабря люди могут вести себя агрессивно вопросы совести вопросы морали справедливости просто отойдут в этот день на второй план и люди могут использовать незаконные нечестные способы решения этих вопросов все будут пытаться любой ценой добиться результата и приблизиться к чему-то ощутимому материальному все будет рассматриваться с точки зрения расчета и выгоды люди будут стремиться закончить эти дела до конца 2019 года агрессивный марс будет в это время находиться в скорпионе а сатурн и плутон в козероге и вот этот аспект он тоже может толкать нас вести дела очень расчетливо с холодным рассудком и даже возможно давить на наших оппонентов такое все или ничего но также это придаст смелости ранимым и стеснительным личностям появится у всех желание в этот день высказать все что накопилось за этот год просто высказать в лицо и не особо сдерживать себя в каких-то высказываниях здесь не будет времени на раздумья некоторые захотят напугать своих оппонентов чтобы добиться желаемого и многие в этот день могут наговорить конечно же личного лишнего на эмоциях так как сдерживать себя нам всем будет очень очень трудно поэтому конечно бы я советовала все важные разговоры просто избежать и отложить также квадрат ретро уран в тельце и венера в водолее тоже может толкать нас на ненужную бравату в вопросах денег и в вопросах отношений некоторые захотят несмотря ни на что сейчас получить свободу от своих отношений ну а кто-то может решить просто одним махом рассчитаться со своими кредитами или со своими долгами даже не раздумывая о том как и на какие средства он будет жить дальше до следующего прихода денег если на момент затмения 26 декабря у вас уже наметилась трещина ваших отношениях то лучше не провоцируйте скандалы в этот день в этот день люди могут легко разрывать отношения с партнерами и также легко они могут впускаться в новые отношения в обеих случаях абсолютно не раздумывая о последствиях это конечно же время кардинальных изменений которые вы должны помнить что невозможно будет вернуть назад если вы сейчас разорвете свои отношения то вы уже их не сможете восстановить поэтому ни в коем случае не сортись с близкими с дорогими любимыми людьми в этот период потому что вернуть хорошие отношения назад уже будет невозможно эта тема просто закроется ну а также во время данного коридора затмений не не следует конфликтовать с вашим начальством с вашими коллегами если конечно вы уже не планируете искать новую работу коридор затмений принесет в нашу жизнь кардинальные перемены а вот какие эти перемены будут и как они повлияют на нашу дальнейшую жизнь конечно же зависит только от нас с вами в день затмения 26 декабря или в течение трех месяцев после этого затмения примерно до марта 2020 года все из нас получат то что заслужили для кого-то это будет подарок от судьбы ну а для кого-то это будет наказание как нужно себя вести при затмении всем нам в коридоре затмений все-таки лучше вести свой привычный образ жизни и ничего не менять не начинать что-то важное не начинать что-то новое это время когда всем нам нужно пересмотреть пересмотреть все прожитые события за 2019 год или даже за последние 10-12 лет а еще лучше если вы сейчас займетесь завершением тех дел которые вы не могли бы каким-то причинам закончить с января 2019 или с июля 2019 на прошлых затмениях вот сейчас очень хорошо эти дела закончить ну и конечно же кто сильнее других почувствует это затмение на уровне событий перемены больше всего коснуться представителей знака стрелец близнецы и это касается как солнечных так и асцендентных знаков те у кого стеллиум в знаке стрелец или близнецы особенно с личными планетами это луна марс меркурий и венера вы тоже очень сильно почувствуете это время козероги и раки конечно как солнечные так и асцендентные и те у кого в натальной карте выраженный земной или огненный тригон стеллиумные раки и козероги тоже те у кого натальные кармические узлы на оси близнецы стрелец и на оси рак и козерог вы тоже почувствуете это сильно и в меньшей степени почувствуют коридор затмений это девы рыбы овны и весы это тоже касается как солнечных так и асцендентных и стеллиумных знаков но кроме того это солнечное затмение 26 декабря почувствуют люди которые рождены вблизи этого числа это плюс минус 2-3 дня люди которые рождены рядом с 26 декабря у вас будет судьбоносный год для вас люди которые рождены вблизи 26 марта вблизи 26 июня и вблизи 26 сентября ну и давайте посмотрим что же не нужно делать на затмении не нужно начинать новые дела проекты принимать какие-то важные решения не одевайте в этот день новую одежду не подписывайте документы не заключайте какие-то контракты и конечно же не спорьте не принимайте участие в конфликтах не стригите ногти и волосы в этот день а также лучше всего остаться дома и вот четыре часа до затмения и четыре часа после затмения быть дома нехорошо в этот день отправляться в дальние поездки также не нужно спать в дневное время в день затмения постарайтесь в это время не готовить еду не оставляйте пищу открытые не сушите белье на открытом воздухе ну и конечно же нельзя брать в руки колющие режущие предметы в это время и не заключаем браки нужно все перенести на другое время что можно делать конечно же расслабляться расслабляться что-то заканчивать принимать расслабляющую ванну медитировать устроить себе сеанс ароматерапии просто отдыхать и очень хорошо в это время устроить себе разгрузочный день попаститься и еще не забывайте это время когда очень хорошо оказывать бескорыстную помощь участвовать в благотворительности вообще сделать какое-то доброе дело это вам обязательно зачтется ну вот а теперь давайте мы с вами посмотрим как затмение и коридор затмений повлияют на каждый из знаков зодиака итак дорогие весы солнечное затмение которое состоится 26 декабря 2019 года в козероге произойдет в вашем четвертом доме четвертый дом это ваш дом это дом зоны вашего комфорта дом вашей семьи семейных ценностей недвижимости ваших традиций и вашего рода и вот затмение состоится в вашем четвертом доме а также здесь в день затмения будет стелеум здесь у вас будет находиться солнце луна сатурн плутон кету а также юпитер который уже перешел знак своего падения для вас дорогие весы день солнечного затмения принесет очень много энергии много решимости в делах которые будут касаться именно вашего дома и ваших домашних дел и вашей семьи а именно это может касаться завершения завершение например вашего нахождения в какой-то зоне комфорта когда вы могли позволить себе заниматься лишь вопросами своей семьи заниматься своим домом заниматься своей недвижимостью или заниматься делами ваших родственников а также это время когда вы могли абсолютно забыть о значимости собственного социального статуса о значимости того что вам тоже дорогие весы нужно развиваться нужно реализовывать себя и в карьере и в бизнесе показывать себя как профессионала в той или иной сфере деятельности это время когда вы можете решиться начать работать над собой над собственной значимостью над вашим статусом в обществе над вашим весом в этом обществе или же например сейчас ваше положение в обществе и может поменяться и поменяться она может дорогие весы кардинальным образом соответственно например на протяжении практически всей своей жизни а особенно последние 10 лет вы уже могли полноценно быть заняты только делами своего дома кто-то вел домашнее хозяйство кто-то обустраивал строил свой дом кто-то активно занимался хозяйственными делами делами домашними делами своих детей воспитывал детей или делами родственников и это означало что вы полностью отдавали себя и все свободное время своему дому и делам вашего дома и вот уже концу 2018 года или начало 2019 года многие из вас могли начать понимать и осознавать что именно для себя вы уже полностью реализовались абсолютно во всех аспектах вашего домашнего хозяйства для того чтобы вы показали себя хорошей хозяйкой хорошей матерью для того чтобы вы установили какие-то традиции порядок уют в своем доме и или воспитали своих детей до того возраста когда они уже могут быть самостоятельными когда уже им не нужна такая гипер опека чтобы вы все время были с ними рядом или даже кто-то из вас сейчас закончил свой дом вы построили свой дом дорогие весы вот что-то могло дать вам ощущение предела именно в этой теме на этом поприще когда желание покорять уже новые высоты вышло для вас на первый план некоторые из вас дорогие весы уже работали над этим и могли в течение 2019 года пытаться пытаться вернуться вновь в рабочую колею пытаться начать снова искать работу чтобы вы снова могли завоевывать какие-то карьерные высоты и развиваться кто-то например мог пытаться начать новый бизнес или свой семейный бизнес однако может оказаться так что весь 2019 год какие-то дела какие-то заботы вашего дома возможно все-таки не отпускали вас окончательно например ваши родственники или ваши дети не могли оказаться до конца не самостоятельными вот из-за этого вы тоже могли быть вынуждены постепенно постепенно отвлекаться от поиска работы от карьеры чтобы снова как прежде опять в своем доме ввести такой удобный образ жизни и удобно не только для вас для ваших окружающих для ваших родных для вашей семьи когда на вас дорогие весы все семейные вопросы когда вы решаете все домашние вопросы о которых другие домочадцы возможно даже не имеют никакого представления что они есть или же напротив вы сами постоянно могли сталкиваться в течение всего года желанием вернуться под крыло такой привычной и уже такой удобной для вас жизни комфортной жизни когда вы находились в зоне своего комфорта вам не нужно было особо напрягаться рано вставать чтобы пойти на новую работу не нужно было понравиться как специалисту работодателю и не нужно было создавать новый бизнес потому что у вас могло быть все и так неплохо без каких-то новых достижений тем более карьерных достижений но тем не менее вот это внутреннее желание опять начать достигать каких-то новых высот повысить в обществе свою значимость начать самореализовываться и вообще за заслужить уважение от окружающих людей она преодолевала стремление казалось бы этой налаженной вашей жизни и вашего комфорта таким образом можно сказать что в день затмение вы дорогие весы наберетесь смелости решительности и наконец-то можете просто поставить перед фактом свою семью своих домашних своих родственников и сказать о том что вы в любом случае начинаете заниматься своей личной жизнью хотят они или не хотят вы будете заниматься собственным развитиям вы начинаете снова добиваться каких-то карьерных высот и теперь уже им самим придется заботиться о себе и о доме потому что у вас не будет столько много времени на это или же кто-то например мог из вас этот год или даже годами строить дом заниматься вопросами вашей недвижимости последнее время то вы также наберете смелости например и подадите в суд для того чтобы вы могли отсудить эти собственные квадратные метры которые принадлежат вам это может быть и ваш дом и квартира и возможно это как раз все вам полагается по праву дорогие весы кто-то может начать начать судиться с застройщиком который или не выполнил какие-то условия договора по проекту или который обманным путем возможно экономил на материалах при постройке вашего дома или квартиры и вот теперь вы наберете смелости и захотите с помощью суда дорогие весы отсудить у него часть средств и получить какой-то моральный ущерб для себя сейчас у вас появится такая особая решимость особая смелость и желание желание закончить эти дела и в любом случае вы будете очень категоричны для того чтобы избавиться от этой рутины ведения домашнего хозяйства для занятия делами всех своих родственников но не себя и или например уйти от каких-то постоянных стычек конфликтов застройщиком которые не выполняет условия вашего договора секстиль марс вашем втором доме доме денег доме ценностей денег которые заработали вы сами дорогие весы и плутон сатурн и козырог в вашем четвертом доме вот это означает что для вас с одной стороны это очень хороший аспект потому что вы будете очень активные и очень напористы в своем желании чтобы избавиться от рутинных занятий делами своих родственников или делами вашего дома вашей семьи но вот с другой стороны этот аспект он может говорить о том что это может забирать у вас массу энергии массу моральных сил здесь может быть огромный стресс так что если вы дорогие весы склонны к зависимостям старайтесь избегать стресса чтобы снова не войти в состояние депрессии или не начать снова употреблять что-то если вы лечитесь или боретесь со своими вредными привычками на также такой аспект он может говорить о том что у вас будет огромное желание просто от купиться от купиться отведения домашних дел но скорее всего что у вас также может возникнуть желание в день солнечного затмения или же в течение трех месяцев после солнечного затмения например кто-то из вас может взять денег в кредит чтобы побыстрее начать свое дело открыть свой бизнес или чтобы официально иметь сейчас возможность и уйти от этих семейных обязанностей или же кто-то может решить уйти в загул что тоже автоматически так или иначе избавляет вас дорогие весы от ведения этих рутинных дел если у вас нет никаких проблем с вашими зависимостями с вашими фобиями то сейчас вы можете просто заручиться таким беспощадным желанием зарабатывать много много денег настолько много чтобы вы могли себе позволить нанять помощника по хозяйству помощницу это может быть няня это может быть домоработница повар сиделка которые бы справлялись с вашими обязанностями или же кто-то из вас здесь может в течение трех месяцев захотеть одолжить какую-то сумму денег у кого-то чтобы нанять этот домашний персонал или освободить собственное время для своей работы или для своей карьеры но все-таки помните дорогие весы что в день затмений вот подобная транзитная ситуация на небе будет давать энергию всем поэтому каждому придется побороться за то чтобы отстаивать первенство отстаивать собственную позицию как вы это можете делать дорогие весы также и ваши оппоненты и ваши домашние будьте готовы к этому квадрат меркурий в вашем третьем доме информации контактов поездок в доме ближайших родственников и лилит в вашем шестом доме работы и здоровья вот этот аспект он может внести сюда какой-то диссонанс диссонанс ваше желание отстраниться полностью от занятий вашим домом и вашей семьей если вы ищете работу то здесь кто-то из вас например может столкнуться с проблемой до того что вам будет очень долго добираться до нового места работы тем более если вы например живете за городом или может состояться какой-то неприятный разговор с вашими домашними с вашей семьей когда вы можете в день затмения наконец-то высказать все дорогие весы что у вас накопилось за долгое время что вы думаете о всей этой ситуации чтобы вы могли наконец-то добиться своего и настоять на своем некоторые из вас дорогие весы здесь могут пойти еще дальше кто-то может подать в суд на обидчика на своего родственника который не дает вам этой свободы не разрешает вам реализовываться но если вы недовольны ведением дел застройщиком о чем мы уже говорили или покупателям квартиры или вашего дома то вы тоже можете захотеть сейчас начать судебный процесс добиться справедливости чтобы получить наконец-то возмещение то что полагается вам и если вы судитесь по теме выплаты долга например по алиментам в этот период то вот здесь есть риск осложнение этого судебного процесса тем более если вы дорогие весы не пытались в течение 2019 года каким-то образом уже разрешить этот вопрос например договориться или отсудить свое право быть свободным от ежемесячной платы алиментов квадрат ретро уран в вашем восьмом доме восьмом дом это дом чужих денег дом трансформации и венера в вашем пятом доме в доме любви детей творчества вот здесь есть большой шанс что вы можете потратить очень большую сумму денег например на покупку какого-то дорогостоящего подарка себе дорогие весы или кому-то например вашему ребенку что конечно напрочь противоречит вашим реальным доходам или вы сейчас таким образом подарив дорогой подарок своему ребенку решите упростить вопрос об алиментах которые с вас спрашиваются для того чтобы суд возможно смягчил каким-то образом наказания или же смягчил часть принятых решений против вас однако такой способ может не подействовать сейчас будьте готовы к этому или напротив кто-то из вас решит просить деньги в долг например у банка просить кредит или у кого-то чтобы вложить эти деньги в начало своего бизнеса но здесь опять же вам могут отказать дорогие весы потому что ваше финансовое положение на данный момент она не будет давать никаких гарантий что вы можете вернуть эти кредиты или эти долги во время или же будет риск даже потерять какие-то вложенные вами деньги которые вы вложили в новый бизнес а кто-то даже из вас вот при таком аспекте может проиграться в азартные игры ну что ж дорогие весы всегда старайтесь все-таки реально оценивать свое финансовое положение чтобы не попадать в какие-то критические ситуации вот в течение трех месяцев после затмения и тригон марс вашем втором доме доме денег доме ценностей и лилит вашем шестом доме работы и здоровье это очень хороший аспект который может помочь вам дорогие весы помочь вам получить те условия труда добиться их о которых вы могли только мечтать или же например сейчас ваш рутинный распорядок дня позволит вам наконец-то иметь еще одну возможность для того чтобы у вас было свое дело для того чтобы вы все-таки смогли начать развиваться и добиваться каких-то карьерных целей например этот аспект он может дать вам и дополнительную активность и энергию и решительность любыми способами избавиться вот от этой домашней рутины в вашей жизни и вы можете или сами быть очень убедительны и настойчивы и добиться помощи например от ваших родственников чтобы они начали помогать вам поведению вашего хозяйства или же вы сможете убедить сами или через суд застройщика все так полноценно выполнить все условия договора которые были поставлены вот этот аспект здесь может вам помогать или же он может помочь вам помочь вам чтобы ваши родственники могли вам помочь финансово для того чтобы вы могли нанять для своего дома помощника или няню для ухода за детьми ну что ж дорогие весы как вы видите у вас на коридоре затмений будет много много возможностей и много разных аспектов о которых вам конечно же следует задуматься я желаю вам удачи удачи в достижениях и конечно же легкого периода коридора затмений до встречи на моем канале удачи